так ну шо доброго вечера мы из украины и я рада вас видать на своему канале на жаль не получился у меня эфирный вышел эфир youtube что-то было со звуком я вас приглашаю сейчас на эфир у меня в гостях физический терапевт людмила людмила громадюк это будет вторая часть вы первой сможете посмотреть потом потом посмотреть можете на ю тубе поэтому девочки а сейчас сейчас я людмилу попробую пригласить надо вот нам с вами ситуацию так я правда здесь не очень сильно вот при здравствуйте как слышно как со звуком вот здесь другое дело мне напишите нам пожалуйста что у нас со звуком девочки дайте на плюсик или минус такой интерес я заслушалась сидела там слушала не видела зрители пишут что что-то не то скажу вам вкратце сейчас чуть сократить и рассказать отлично 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 прям слышно хорошо надо было нам сразу еще и думали на ютуб на инстаграма потом уже на youtube я уже сама себе вижу что хорошо людмила давайте в двух словах буквально все слышно отлично хорошо чтобы люди поняли о чем мы будем сейчас разговаривать да мы будем разговаривать о у меня такие красивые сережки подсвечиваются о противопоказаниях к тренировкам и если очень хочется тренироваться и вдруг есть какие-то заболевания какие есть особенности если вы хотите продолжать вы будете продолжать но что нужно учитывать для этого и чем связаны заболевания точнее болезненные состояния суставов что чаще всего ограничивает подвижность и тренировочный процесс по поводу противопоказаний самое главное противопоказания это повышенная температура если вас температура больше чем 37 говорит о том что у вас есть воспалительный процесс его нужно обязательно успокоить решить вопрос чем это связано не разгонять его по всему телу а пусть это все локально за будет второй момент это если у вас есть боль невыясненной этиологии то есть причины и когда вы эту причину выясните вы поймете если у вас болит подреберье то руки вы руками вы махать можете да то есть если у вас печень там болит и вы чувствуете это очень сильно и либо кишечник либо это заболевание органов таза вот либо это одно плечо почему-то начала болеть тогда вы работаете ногами ограничения в этом нет если вы не понимаете что происходит обязательно выяснить причину тренировки прекращаете у меня была ситуация у девочки болел живот она решила тренироваться дальше хотя я увидела и объяснила что у нее живот больше чем обычно нет это и накушалась нет что-то у тебя не то животом после тренировки выяснилось что у нее появились боли а вот она обратилась гинекологу у нее было эндометриолит эндометриолитная киста и она выросла то есть риск был очень большой вот поэтому а вот эти все вещи что-то болит либо говорите своему тренеру откладывайте тренировки вы все успеете если у вас было недавно вирусное особенно заболевание ждете 10-14 дней после этого восстанавливаете тренировки тренировки то что мы говорили это процесс который вы отделяете от вашей повседневной активности и уделяете своему телу нагрузки которые она не делает в обычной жизни это должно быть около 180 как считается минут в неделю либо 30-15 минут в день вы ежедневно уделяете но можете эти 180 минут разделить там на 3-4 дня то что желательно чтобы было в вашем вообще ежедневном таком это то это суставная гимнастика когда вы разминаете все суставы и они начинают смазываться тогда симвиальной жидкостью и лучше работать это к этому ограничений нету вы эту гимнастику делаете с утра это не есть тренировка да это такая суставная разминка и еще одно это если у вас были хронические заболевания которые в данный момент дали обострение вы решаете этот вопрос с обострением то есть вы не ждете что вы понимаете что у вас это есть и вы с этом живете но сейчас активность эту активность вы решаете вопрос снимаете воспаление тогда возвращаетесь к тренировкам с обычного ну скажем с маленького режима постепенно наращивая активность еще рассказывала о том что противопоказание это аллергия если она у вас активизировалась у некоторых это к сожалению целое лето это не говорит что вообще тренироваться совсем нельзя выходите вы делаете суставную гимнастику но вы делаете в очень легком режиме потому что я рассказывала возможно не невозможно будет прослушать так как было ухудшение со звуком когда проходит процесс аллергии у нас вырабатывается такой в крови если сдать анализ крови эозинофилы они повышаются в количестве они склеивают гемоглобин они дают прикрепиться кислороду гемоглобину в результате ухудшается транспортировка кислорода если у кого-то если аллергия чуть больше физическая обычной активности подняться на горку по ступеньках вызывает у человека вызывает до вызывает отдышку не такую как обычно вот это нужно учитывать не надо чтобы органы голодали без кислорода это то что есть такие ярые противопоказания по поводу инфаркта инсульта понятно что острое состояние там никак не до тренировок вот поэтому мы это исключаем вот все что есть острое состояние нет таких тренировок которых нельзя человеку есть но просто человек ним еще и может быть не готов все нужно рассчитывать что я это смогу но мне к этому нужно подготовиться если вы подготовились если вы например многие знают обычную березку да так в йоге эту березку разрешают делать через полгода в ежедневных регулярных тренировок кто у нас березку делает мы хорошо погуляли сейчас мы с девочками сядем на шпагат а потом сделаем березку после застолья еще одно противопоказание за которое я надеюсь что таких людей нету но тем не менее храбрость приходит во время опьянения чем это опьянение иногда будет опьянение любовью я надеюсь что она у всех придет опьянение эйфорией по поводу у нас всех один сейчас повод да я надеюсь что чтобы был мир и вот это вот я могу она окрыляет вот это отлично когда хочется прыгнуть от радости но вы себе ставите планку и чуть-чуть до нее не допрыгиваете если вы каждый день не прыгаете к этой планке вот чуть-чуть не допрыгиваете потому что на состоянии вот это эйфории можно не рассчитать свои силы и травмироваться поэтому состояние опьянения тренировки не начинаем и на следующий день если вчера было очень хорошо тоже тренировку не проводим потому что кровь сгущается и не надо ее усиленно разгонять вот сейчас я отработаю калории которые были вчера на ежен и или на питы потому что нужно их напить очень легко вот нет не надо провоцировать подождите денек сделайте суставную гимнастику можете сделать легкую растяжку попить водички на этом достаточно все пройдет все вы успеете вот ну и возможно есть вопросы мы немножко ответим на вопросы и потом я дальше проверю я пока не вижу если есть вопросы то я на ю тубе предложила задать вопросы не очень-очень да вопросы обязательно пишите обязательно задавайте как и был на ю тубе вопрос один я видела а я сейчас его озвучу сейчас одну секундочку питание при остропорозе какое ну вот я с зрителями поделилась проблемами которые у меня маленький рабочий момент какое питание должно быть можете что-то порекомендовать питание это естественно что нужно к диетологу потому что я тренер я хочу сказать что про остеопорозе нужны силовые тренировки это странно звучит но она совместно вместе с питанием идет вы сначала решайте вопрос эндокринолога потому что чаще всего остеопороз это нарушение эндокринное связанное то есть эндокринное нарушение которое ведет к нарушению минерально кальциевого обмена когда кальций не всасывается параллельно с этим еще идет смещение моментов бактериальные в кишечнике флоре по гинекологии это флора меняется меняется в кишечнике флора это нужно учитывать меняется выделение ферментов печени поджелудочные уменьшается поэтому те которые мы употребляем иногда они проходят транзитом и не всасываются а еще в худшем состоянии когда человек активно пьет витамин d и кальций при этом и большие дозы это может привести к образованию камней в почках иногда это образуется камни даже в желчном пузыре то есть там разные тоже моменты есть или эти все минералы могут осесть на суставах и привести вот к такому скрипу болезненности то есть какая-то туго подвижность ну а потом как некоторые там шпоры вальгус вот это все ухудшит если к этому есть предрасположенность по поводу питания это нужно три человека гастроэнтеролог эндокринолог от меня это умеренные силовые нагрузки собственным весом то есть приседать при остеопорозе можно делать планочку от подоконника можно отжиматься от подоконника можно это есть силовые нагрузки не ограничивать себя в том что вы вот сейчас у меня остеопороз я ничего не ношу нет если вы носили там какой-то груз ну то есть у каждого дамская сумочка должна вмещать 6 килограммов картошки и обязательно еще косметичку 3 килограмма поэтому мы не ограничены всеми косметички не в картошке это все домой надо вот но больше этого веса вы не берете потому что как только начинают ограничивать что я сейчас ничего не буду делать кости и организм воспринимает что у меня нету нагрузки он теряет плотность моментально женщины по снимках которые вот приходили ко мне женщины которые вели очень активный образ жизни то есть они постоянно чем-то занимались физически старались больше ходить работать ну скажем огороды никто не не ограничивал внуков тоже у них плотность костей несмотря на все какие-то эндокринные моменты они все равно были лучше чем женщины которые боялись ну лишний раз там где-то ступить потому что я вся такая хрупкая и хрупкая действительно она очень быстро становилась я немножко позже расскажу с чем это связано по поводу качания как матрешки я расскажу об этом позже спасибо большое за вопросы по поводу причины воспалительных процессов да я немножко себя записала потому что переживаю и хочу дать больше информации конечно же питание питание потому что это все через наш кишечник она по-разному может всасываться и иногда вот опять таки эндокринные изменения в связи с возрастом это нужно учитывать какие-то продукты нужно кушать обязательно но просто в меньшей количестве количестве если это сливы то не два килограмма а две-три штучки если это помидоры то и нет они один полтора килограмма один полтора штучки я потому что фруктоза повышение глюкозы если у человека есть склонность к повышению глюкозы вот это лишняя глюкоза может давать воспалительные процессы в суставах и соединительную ткань она очень влияет она ее размягчает не дает стабильности и люди которые отказываются от большого количества ну точнее практически от глюкозы то есть фрукты есть но вот такого количества как раньше нету сахара они замечают очень быстро буквально это две недели насколько легче становится на суставы они перестанут перестают болеть если у вас есть аутоиммунные заболевания либо это щитовидка либо это подагра либо это какие-то внутренние очень большой список аутоиммунных заболеваний каждый знает свои моменты они тоже могут давать воспалительные процессы суставов и тканей потом у нас есть еще такая штука как стресс и гормоны надпочечника вот когда у нас возникает стресс он дает прыжок сначала нам чтобы выжить а потом он резко бахкается и он не дает никакого сопротивления и в итоге нарушается там такая вот вся связка гормональная что иммунитет снижается и наши все лимфоузлы такая интересная штука они находятся возле наших больших суставов то есть и вы знают да что это подмышки это локти это под коленами это пах и вот такая такая закономерность я уже как-то рассказывала у вас на ли на эфире что вот раскручивая вот эти вот суставы когда вы делаете тренировку да вы стимулируете лимфатическую систему двигаться то есть у вас улучшается если есть какой-то процесс локальный вот он болит нужно сначала решить вопрос и не вот этого движения не раз в разные стороны то есть не распространять а когда вас прыгает инсулин но там кортизолом потом выбрасывается большое количество инсулина для того чтобы не было инфаркта или инсульта потому что очень сильно спазмируются сосуды вот эти вот все скачки приводят тому что какой-то момент иммунитет очень сильно падает на ноль он не может сопротивляться и если организм не справился с вот этими вот качелями он начинает атаковать сам себя и какие-то разные моменты у кого-то это гастроэнтерология может на нервной почве очень быстро среагировать у кого-то это на суставы почему на суставы потому что там вот эти вот иммунные соединения как я рассказала да и где-то чуть-чуть вот этот проходимость этого лимфоузла где-то там какая-то инфекция или бактерия задержалась возможно и он такой хопа ага там у меня сейчас упал иммунитет и она начинает бушевать и приводит иногда очень много попадает иммунных клеток собственных и он начинает разрушать то есть вот как будто бы сам себя организм начинает атаковать вот прошел вот эту вот войну а потом у него периодически может быть вспышка знаете как птсм вот к сожалению в организме то же самое происходит посттравматические синдромы такую хопа и что-то случилось а вот он вспомнил когда-то у него был стресс и вот я мне надо было выжить и вот сейчас я тебе сейчас делаешь у тебя заморожен ты никуда не побежишь заболевание кишечника печени печень очень сильно влияет на суста состояние наших суставов если вы регулярно проводите чистки кишечников я не говорю прям чистки это зондирование а это питание облегченное питание и питание которое способствует выбросу желчи когда вы с утра съедаете хорошие жиры да для того чтобы желчь выбросилась она почистилась и не было застоя застой желчи осадок в желчном пузыре осадок в кишечнике приводит к накоплению токсинов которые опять-таки вбрасываются в иммунную систему и первое что может пострадать это наши суставы поэтому желательно регулярно чистить кишечник следить за этим вопросом и регулярно чистить желчный пузырь потому что например подагра да у многих она начинается вроде бы косточка на ноге но она немножко увеличилась но иногда болит но ничего я потерплю надо оно прошло и мазькой помазала особенно с молодой вообще все ок потом у меня поясничка болит но регулярно но ничего и человек идет на узи и обнаруживает что у него есть проблемы желчным пузырем либо это дискинезия либо это застой либо это это кстати очень часто бывает с резким снижением веса когда люди хотят результат у меня лето заканчивается вот через сколько через три недели нужно быстро поехать на море мне нужно очень быстро похудеть и вот этот быстро похудеть печень не успевает перерабатывать жиры они оседают в желчном пузыре это приводит камне образование застой желчи желт становится густой из-за такого количества переработанного жира человек вроде бы сбросил вес но потом он получил да и потом если это так интоксикация накапливается она опять дает по суставам и человек вроде бы на море вроде бы похудевший но сильно ходить никуда не хочется потому что интоксикация чувствуется заболевание мочепыловой системы и особенно это почки если повышен креатинин к сожалению у часто встречается после коронавируса повышение креатинина почки пострадали это тоже может приводить к накоплению так называемых солей либо минералов суставах что ограничивает их подвижность и появляются боли нарушение минерально-кальциевого обмена опять-таки если начался климакс идете обязательно вашему эндокринологу ищите к сожалению не всегда можно найти сразу адекватного это вам должно отозваться вы должны понимать что не всегда сразу находится тот человек который вам подходит или понял вашу проблему вот но слава богу у нас если вы находитесь в украине в украине есть выбор врачей это не то что где-то рассказывает у нас можно даже по youtube найти хорошего потом где-то написать и проконсультироваться вы решаете этот вопрос потому что кальций без эндокринолога к сожалению иногда никак не пойдет но прежде опять-таки нужно решить вопрос кишечником и тогда когда у вас уже есть вот эти все вы усиливаете еще тренировки и ваши суставы и кости начинают крепнуть просто очень быстро потому что вот видя снимки это все быстренько проходит в хорошую такую скажем так форму приходит просто она становится не как губка а такой плотненькая хорошенько бактериальные инфекции особенно лайма может многие слышали да это по поводу клещей когда сезон клещей он может укусить если у вас было покраснение потом прошло вроде бы все ваше организм иммунитет справился но такая ситуация то есть обычно ну на лайма она проявляется но иногда бывает скрытая форма и через 10 лет у человека в 30 20 лет укусил у него все отлично с иммунитетом а это бактерия подло ждет она может ждать годами десятилетиями она может через 10-15 лет и тут у человека стресс у человека на фоне стресса вот этой гормональной качели падает иммунитет у него воспалился пальчик потом воспалился коленный сустав потом он воспалился голеностоп да что же это такое вроде бы все ок я не перетрудился и что с этим делать нужно вспомнить кусал ли вас когда-нибудь плещ снимали вы себя обязательно сдать на боррелиоз то есть потому что это очень такая подлая штука которая ограничивает очень сильно жизнь даже не только подвижность бактериальные инфекции другого типа золотистый стафилококк тоже если у кого-то хронические гаймориты танзелиты она не проходит нелеченные зубы и там где то есть следить за вот этим золотистым стафилококком он будет вы можете быть носителем но у него есть норма которую он будет нормально выдерживать то есть ваш организм если он превышает это делается посев износа и зела иногда делается посев кала если у вас есть этот золотистый стафилококк он будет гонять по суставам и делать вам неприятности но не только по суставам по сосудам тоже и одно из моментов но то что я вот часто работаю это ревматизма ревматизма очень много их более 80 штук это не значит что сразу распухшие суставы и все стало плохо вот у меня одна клиентка 38 лет у нее появилась после прививки германии я не пугаю по поводу прививок просто вовремя обратиться к врачу она сделала прививку от коронавируса и к сожалению не опухли суставы на руках а потом дальше и поставили ей первую стадию ревматизма оно все прошло она теперь выбрала курс лечения она знает как себя поддерживать так чтобы она нет дальше не расширялась ну то есть держать себя в форме по поводу ревматизма одна из причин ревматизма то есть не причин даже причины конечно это падение иммунитета и вот эти вот прыжки потому что это аутоиммунное заболевание это когда вы сами себя грызете то есть хотя если психосоматика когда человек сам себя грызет ограничивает себя в движении в движении я хочу но не буду делать я вот это вот сделал но я об этом очень сильно жалею организма там тоже у нас есть такая часть мозга которая начинает вот эти все наши мысли материализовать нашем теле если я не хочу куда-то идти вот я не хочу ходить на эту долбанную работу уже сколько же я слышала случай когда это все подтверждалось и человек потом туда не ходил по разным причинам мозг нашел вопрос как решить этот вопрос вот пожалуйста не надо хочу ходить хочу двигаться давайте решим как сделать это по-другому все поменяли себе в голове этот вопрос и ревматизма они мигрирующая боль проявляется как мигрирующая боль по мелким суставам в основном это кисти это стопы иногда это бывает проявлением хроническим боли в разных отделах позвоночника вот просто там воспалилась а потом просто там воспалилась отчего она воспалилась никто не знает но а потом она обычно проявляется у людей через кисти потому что с тем что я сталкивалась если голеностопы то люди как-то вот терпят да потому что ну хорошо нога болит я еще похожу я помажу я попарю а ну там как-то чувствительно там стопа но когда в руки ты ничего не можешь взять когда ты не можешь сжать удержать сумку это это уже настораживает это когда человек обращается и начинаем решать этот вопрос и чаще всего это повышенный цирре активный белок а вот и другие есть факторы очень разных видов ревматизма они просто по-разному подход у ревматолога ревматолог это не только человек который речит большие суставы или заболевания сердца и сосудов там очень большой спектр обратитесь не такой страшный очень хороший врач у него есть по я своя специализация на этом в общем такие страшные вещи рассказала надо чем-то приятном рассказать надо же понять как же начинать жить у меня для вас хорошая новость развесив рты девчата и слушать если есть вопросы задавайте девчонки а скажите пожалуйста вот такой момент тоже вот зрители но я и сама наблюдала и за собой в том числе такой момент когда покачивается походка вот вроде бы как было весе 137 килограммов вроде ровно ходила а сейчас вот на 48 похудела и замечаю иногда вот такое вот отчего это сосудовестибулярный аппарат это сосудовестибулярный аппарат это можно тренировать есть такое расстройство плохо слышно значит надо два уха видите как хорошо да сегодня мой день у меня всегда так особенно полнолуние есть на что скосить сегодня 12 часов такое знаковое поэтому ничего страшного это все предрассудки это все двои языки брешить да все все брешить я заметила и полная вот у меня знакомая она была полная на свое время когда-то тоже постройнела так хорошо и тоже вот это им я связывала это с тех с похудением или там это связано как-то с похудением ну качающаяся походка как у уточки это может быть связано с тем что ходит человек больше поясницей чем ногами вот когда они так настолько поднимают вы знаете у нас есть вот квадрицепс бедра то как мы поднимаем ногу в колене вот мы идем высоко поднятые коленки вот так вот нужно стараться ходить но чаще всего мы идем переваливая то есть поднимая тазом одну часть потом в другую чем это может быть связано это может быть связано со спаечным процессом либо что-то было вот по гинекологии когда нету активизации там определенной группы мышц потому что там есть его нельзя внутри трогать его нельзя раздвигивать оно должно спокойно себе спать и поэтому мы ходим очень ограниченным то есть мы не виляем бедрами это может быть вы имеете ввиду вот это да то что с тазом когда раскачивается или есть говорят как матрешка когда это связано с вестибулярным аппаратом если это вот как тазом момент укрепления ног момент разгрузки поясничного отдела натренировать это уже иногда входит смотрите для того чтобы когда у человека большой вес и у него меняется немножко распределение массы тела для того чтобы где то есть слабость коленные суставы тазобедренные суставы организм выбирают группу мышц которые безопасно двигаться и потом остается этот паттерн ходьбы привычка некоторые беременные не могут после беременности восстановить походку потому что они привыкли вот как после беременности ходить вот так вот они ходят и вот это остается как привычка немножко себя надо переучить укрепить мышцы которые поднимают ногу потому что со временем они вообще у нас мышцы атрофируются и укрепляя одни мышцы тогда организм а они более крепкие я могу на них перенести нагрузку вы их переучает переучиваете и они тогда ходят скажем по-другому это немножко по-другому себя переучить потому что тело изменилось но в голове у нас очень часто она остается очень часто после изменения параметров мы заходим в магазин большой одежды и мы маленькие которые мы уже влазим мы еще не смотрим еще смотрим те которые большие вот а некоторые наоборот те которые быстро разъезжаются они смотрят маленькие потом приходит примерочную и такой упс что-то пошло не так ну то есть у нас в голове же есть какой-то образ и он привык вот так вот ходить распределяет нагрузку так чтобы не пострадали колени так чтоб не пострадали тазобедренные суставы да я вижу может позвольте я отвечу после 53 я заметила что качаюсь падает давление и заболевание варикоз но это заболевание понятно не приводит тому что качаетесь это говорит о том что у вас есть изменение сосудистого характера они не столько сосуды эластичные и могут реагировать на давление изменение атмосферного давления или давление когда вы приседаете встаете садитесь то есть действуете что-то изменяя положение тела в пространстве вот и тогда может резко встали закружилась голова вот это вот сосуды не так быстро сужаются и реагирует и в голове там где находится вестибулярный аппарат они не дают того сигнала где я сейчас в пространстве что с этим делать постепенно увеличиваете ну скажем так наращиваете изменения своего то есть сели встали но не один раз а сделали эти это пять раз на следующий раз делали 7 раз потом еще через день сделали 8 раз потом сделали 10 раз и когда вы привыкаете если вы уже можете там сели встали сделать 20 раз без вот этого всего организма знает что это возможно и человек чувствует себя хорошо ну то есть потом она не покачивает если нет проблем в шейном отделе если нет спазмирования шейного отдела потому что зажимая шею кровоснабжение ухудшается и тогда ручками ножками можно махать долго но мозг не поступает достаточное количество кислорода и он может давать вот такие вот сбои опять-таки если 53 есть момент эндокринолога насколько поэтому и при изменении веса у вас сосудов было определенное количество они были в одном да теперь этот формат уменьшился и они должны немножко уменьшиться они были чуть шире чуть больше потому что нужно было обслуживать плюс 53 теперь этой потребности нет организм начинает закрывать все лишнее и он не успевает перегонять кровь поэтому это может сказываться и на походке по поводу того что если есть большой вес очень часто связан с гипотиреозом с заболеваниями щитовидки иногда конечно это может быть гипотиреоз на фоне дифозного зоба или наоборот очень большого аутоиммунного сопротивления но к чему приводит гипотиреоз он дает такую реакцию что мышцы ослабевают иногда ослабевают ну все то есть человек чувствует слабость в руках а иногда ослабевают только мышцы ног и рук и человек почему-то вот именно ходить было все окей он чувствует что по ступеньках ему подняться стало тяжелее пройти какой-то отрезок тяжелее но вроде бы как бы я же изменяю все но есть изменения еще пока не изменилась щитовидная железа вот если вы это с эндокринологом решили вот там все окей она может убрать вот эту вот слабость и стабилизировать состояние сосудов я не очень запутанно рассказала при гипотиреозе периодически бывает вот такая слабость я думаю ну что ж такое минус 48 откуда же слабость и должно быть они это периодически скачки гормона чаще всего это естественно какой-то психоэмоциональная нагрузка либо физическая очень сильная нагрузка но у нас такой физической нагрузки конечно уже сложно сравнить с ответственно с психоэмоциональная вот когда у нас выбросились все гормоны а потом они резко это организм опять-таки развалился потом кучу собирается и это все регулирует нам щитовидка потому что щитовидка это наша такая вот часть мозга здесь то есть она очень все взаимосвязано которая подвязана к эмоциям щитовидка очень зависит от эмоций два узелка на щитовидные щитовидки два года в климаксе эндокринолог сказала наблюдаться спасибо до момент того что наблюдаться смотрите у нас наблюдайтесь каждые три-четыре месяца я очень надеюсь вы знаете что анализы и препараты меняются сезонно когда холодно щитовидки нужно больше потреблять ну скажем вырабатывать гормонов для того чтобы нас согреть для того чтобы нашу поддержать активность иначе мы совсем в спячку как сибирские кита медведи впадем я надеюсь там впадут в спячку это конечно сказал но тем не менее если эндокринолог у вас это все контролирует потому что смотрите момент анализы на пределе есть анализы на они клинически еще не проявляются то есть по анализам верхняя но предел норма вот просто верхний предел нормы но у человека уже все симптомы вот это говорит о том что организм уже лепит это знаете состояние нашей экономики мы еще зарплату получаем но у нас уже нифига нет ни экономики ничего вот сколько она продлится мы не знаем мы просто вот сидит вот так вот и тряпичем также самоорганизм он понимает что вот у меня вот сейчас осталось но останется ли это на завтра это неизвестно и у нас есть изменения с возрастом потребления чего-то больше то есть гормональную систему сложнее подпитывать но очень важно понимать что нам ее не нужно израсходовать подпитать организм еще найдет как если мы еще и израсходуем так как 20-30 лет то она просто не справится со своей задачей то есть если у вас эмоциональная всплеск был вы достаете свою косметичку с аптечкой вместе которая там у нас обычно а вот и звоните эндокринологу сказать у меня был стрессняк такой боюсь он завтра я смогла пойти на работу что мне нужно витаминку окей какие витаминки хорошо у меня вот на фоне нервного состояния я уже три дня не вылажу из туалета это говорит о том что все что вы пьете все витаминки там же остаются вот их нужно чуть-чуть увеличить дозу и тогда не увеличивать нагрузку виде тренировок опять-таки но вернемся к хорошему нам нужно поддерживать наши мышцы наша мышца извините я так буду некрасиво говорить у вас возможно хоть кого-то повеселю она с 35 лет начинает сохнуть и так сохнуть что мы такие как сначала мы так радуемся что мы такие худенькие становимся а потом оказывается что мы такие сохенькие становимся и совсем некрасивые вот у нас вчера была дискуссия по поводу поправляться не поправляться в возрасте девочкам таким как я 40 и плюс а вот у нас такой градация 40 48 лет моих подружек и вот классно ты так поправилась вот так и оставайся потому что ты же понимаешь нужно выбирать либо лицо либо фигурой нет меня это все останется у меня просто период такой называется спасательный круг вот так вот этот спасательный круг я понимаю откуда он взялся я понимаю куда он идет выбирать нужно конечно но понятно что умеренно есть определенная вес каждого который человек может выдержать его суставы могут выдержать особенно это тазобедренные суставы поэтому не нагружайте свои тазобедренные суставы иногда лучше выбрать их чем лицо лицо сейчас косметология процветает сделали вот сейчас такие классные пластырь есть вот так вот сюда наклеил да боже мой девички смотрите взяли натянули хорошо натянула волосы красавица у меня подружка так классно делает она делает захватывает косички ничего страшного это для разрядки эфира немножко да вот и когда хорошо она завязывала хвостик вот видите я сейчас натянуто просто из ушей все выпадает а потом сверху одевала очень красивый парень боже мой девочки лицо такое просто как фарфора фарфоровая так вот я к чему что лучше выбрать суставы чем лицо в этом случае и когда вы понимаете что 35 уже прошло потихоньку мышечная масса начинает усыхать что нам нужно сделать не дать ей усохнуть чтобы не дать усохнуть мы должны достаточно кушать белков достаточно потому что это аминокислота из которого строятся если они усыхают значит нужно чуть чуть больше закармливать то есть они не должны уходить белки из рациона потом даже когда постуют люди все равно рыбу едят потом это обязательно должны быть комплекс витаминов и кальций магний потому что расслабляется мышца и формируется тоже из кальций кальций дает проводимость сокращения и силу мышечной ткани то есть если кальций пандусь он в крови его сложно определить он показывает норм а потом есть еще другие там обследования и он показывает что почему-то человека остеопороз если в крови все окей так вот если есть остеопороз мышечная слабость тоже есть к сожалению потому что вот именно кальций дает беспроводимость нервной в нервному волокну сделать вот такое сокращение магний дает расслабление если чего-то не хватает и мышца не расслабляется вот она постоянно в сокращении что делает организм у нее немножко еще и сужает потому что зачем ему такое большое напряжение напряжение это потом становится на фиге с сухенькие желавистые такие люди да которые постоянно в напряжении но я не говорю под тем что иногда сверху кроется но тем не менее с ней мышц нету когда эти мышцы уходят чем это чревато чревато тем что нету красивой припухлости рельефности но это не самое страшное когда нету чему держать были 25 лет назад 25 лет назад училась ничего не поздно все возможно не теряйте не переживайте что это у нас все нарастает пока вы порезали палец он у вас зажил значит все в жизни возможно держать наш мышечный корсет чтобы не зажимала между жилами наш поясничный отдел а так чтобы это были мягенькие мышцы это все мягенько держала наши нервные окончания вот потому что между жилами нервные окончания вот жилы те которые на мясе они жестко прижимают нервные окончания и вы чувствуете боль если это мясо она мягенько как подушечка прижала и все хорошо то же самое на попе если попа хорошая мясистая то вы седалищный мир не зажмете но если конечно не будете на нем сидеть 8 часов в день всю жизнь подряд вот а иногда ее приводить в тонус и тогда будет все окей поэтому подушечка вот это вот нам ее нужно сократить питание и физическое то есть давайте сокращаться расслабляться это физическая нагрузка тренировки тренировки выбирайте для себя бесстрессовые немножечко расскажу и мы уже вас я вас заговорила и много только вопросов хотела уделить внимание если у вас есть состояние гипотиреоза к сожалению у нас щитовидка после 50 лет говорит нам а дьо я уже не собираюсь рожать не слышно если я не собираюсь рожать я могу расслабиться и пойти в отпуске возможно навсегда вы принимаете все что доктор приписал если щитовидка меньше вырабатывает гормона держите строго свое психо эмоциональное состояние потому что щитовидка его уже не держит она идет в раздолье вот и гормоны иногда ну вот знаете говорят женщина но такое жестко жестко так звучит женщина климаксе у нее плохое настроение у нас реально меньше вырабатывается эндорфина нас не меньше вырабатывается мелатонина связи с сокращением эстрогенов и вот это вот все дает нам перепады настроения к сожалению в худшую сторону потому что просто они вот плохо вырабатываются а если еще человек не кушает мяско разное рыбка это тоже мяско яйца это тоже мяско ну то есть какой я имею ввиду белок такой да аминокислоты вот тут настроение очень сильно портится поверьте если кто-то есть вегетарианец я могу просить прощения но сколько я видела вегетарианцев после 55 не очень красиво выглядит у них соединительная ткань кожа это точно что шарфей а во вторых они больше раздражительные все-таки чем женщины которые все-таки уделяют внимание питанию больше ну то есть учитывает этот момент хотя есть нюанс после 50 мясо хочется меньше очень многим очень часто встречаюсь и врачи рассказывают что не могут накормить человека животными продуктами вот почему то вот меньше хочется возможно даже с вот этим вот моментом а это все влияет на наши тренировки и когда у вас есть гипотиреоз вы делаете маленькие тренировки короткие не не до не испытывая утомления не допуская тахикардия у вас может быть учащенное дыхание у вас может быть глубокое дыхание но у вас не должен не должно быть сбоя дыхания и не должно быть чувства усталости как только вы чувствуете чувство усталости, и у вас есть гипотиреоз, который пока еще не нормирован, вы прекращаете тренировку и начинаете ее заново маленькими шагами. Что такое маленькими шагами? Вы делаете 10 приседаний, 10 отжиманий от подоконника, 10 раз махи руками вверх-вниз. Это тоже очень полезное упражнение. Если на следующий день вы захотели поменять тренировку, тоже 10-10-10. Когда вы целую неделю делаете 10-10-10, на следующую неделю, если вы ежедневно это все делаете, на следующую неделю вы строите тренировку. Вот посмотрели тренировку, которую вам дал тренер, и вы понимаете, что у вас появилась после первого подхода тяжесть, и у вас есть гипотиреоз, пожалуйста, заканчивайте первый подход на следующей неделе при ежедневной тренировке, либо 4 раза в неделю. Вы уже будете пробовать второй подход. А потом еще через неделю, через 2 недели уже третий подход. То есть не сразу вкручиваетесь, хотите быстрее похудеть, нет ничего. Будет стрессовый фактор, на стрессовом факторе щитовидка опять даст свои минусы, и заторвозится вес, с чем очень часто сталкиваются. Я столько пахаю в тренажерном зале, я тут все, а у меня вес стоит. Вот как раз вот этот стрессовый фактор при гипотиреозе вы убираете. У нас есть такой тип эстрогеновый. Вот вроде бы и климакс, но такие бедра, но такая гитара, ну просто. Талия маленькая, плечи маленькие. Вот все личико, вот так классно фотографируешься, а потом отходит от экрана и понимает, что мне нужно отдельно отшивать штаны, потому что ну вот есть такая. Это эстрогеновый тип. Классный тип. Такие женщины очень часто подвижные и гибкие. Они могут сесть на шпагат, не растягиваясь. Они вот такие пластичные очень часто. Иногда с возрастом организм их ограничивает, потому что думает, боже, если же ты здесь разъедешься и не тренуешься, я же тебя потом докучины сберу, и он делает локально какие-то нагнуться не может. Сесть на шпагат может, нагнуться не может. Типа, ну он поставить куда-то может, а вот что-то там достать с полки не может. Ну такие где-то местные ограничения. Он решил, что там есть проблемность в суставе, он может не выдержать, и он делает такую тугоподвижность сустава и мышцы чуть-чуть ограничивает. Вот, как только это все придет в норму, ну то есть если вы регулярно тренируетесь, он поймет, а я и там могу, и там могу, и он будет это все делать хорошо. А есть такой еще тип, тестостероновые. Запальниженки, у которых очень худые такие носистые ноги, у которых попа очень часто на зависть всем как орех. Вот такая как мужская. У них мужской характер чаще всего. Они очень любят добиваться своего, но потому что тестостерон влияет на эти все вещи, да. Естественно, что это могут быть какие-то андрогенные такие вот изменения, типа там усики, какие-то вещи. Ну иногда усики бывают и по другим вещам, но тем не менее вот есть женщины, которые знают, у которых есть проблемы с тестостероном, они это уже выяснили у эндокринолога. И тип фигуры чаще всего это тоже по-мужскому. У них широкие плечи, вот, и они мышечные. Вот мышечным нужно йога, им нужно чуть расслабиться, потому что они будут своим эстрогеном, прошу прощения, им не нужна йога, они и без этого, всё у них окей. Им нужно больше силовые нагрузки. Вот уравновесить вот это вот состояние, добавить силы. То есть вот она вся нежная, классная, но ей нужно, конечно, характер может быть такой, что отойди, подвинься, но по телу понимаешь, что человеку нужно чуть больше приседать, вот чуть больше нагрузить какие-то формы для того, чтобы выработать вот эту вот, скажем, подвижность чуть к нагрузкам выше. Опять-таки это не делается сразу три подхода, сейчас штангу берём в свой вес, нет, ничего. Это берутся гантельки, работаются с гантельками, с резиночками, с мячиками, с собственным весом. Опять-таки отжимания и приседания – это тоже силовые нагрузки. А если к этому ещё взять резиночку или подушечку, или рюкзачок на спину и туда положить двухлитровую бутылочку, уже плюс 2 килограмма. А если вы снижаете вес, то вы удерживаете вес в рюкзачке. То есть вы были, скажем, 85 килограмм, и вы берёте уже, у вас килограммчик ушёл. Значит, 2 килограммчика в рюкзачок, бутылочку на плечи и приседаете дальше с этим всем. Поверьте, такая лёгкость потом будет. Когда вы по чуть-чуть туда в рюкзачок подкладываете, ну и спинку ровненько держите, не будете сутулиться. Тестостеронным девочкам больше нужны нагрузочки в пилатесе, в йоге, успокоиться, стать более равномерными такими в своих эмоджиях, не убрать немножко напористость. И если она хочет очень часто, такие женщины приходят в нагрузках, они требуют, мне, пожалуйста, пожёстче, пожёстче, побольше, побольше. Вот, а чтоб болела и сейчас, чтоб крепатура началась просто через 2 минуты после окончания тренировки. Конечно, ну вот они наслаждаются вот этим вот кайфом. Всё окей, но тестостерон не снизится, и фигура, и все остальные гормональные системы будут немножко по-другому. Не надо, нам нужен везде баланс. И то, и то нам нужно. Если это мужчины, окей, пожалуйста, тягайте, поднимайте, сколько позволяет здоровье. У женщин этого не надо. Ну, конечно, это не говорит о том, что если мужчина занимается йогой, он сейчас станет по типу груши. Нет, конечно, у него тестостерона хватает на себя и на нас, и на всех остальных. И ещё один момент, который, ой, боже мой, если опять-таки вернёмся немножко к ревматизму, потому что очень часто такое сталкиваются по поводу бега, нагрузки, нужны отдыхи. Отдыхи нужны чуть больше, чем всем остальным. Если человек уже поставлен диагноз, ревматизм, он делает, если где-то там 30 секунд, минута отдых в тренировке, у него должно быть 2 минуты. Ему нужно чуть больше времени отойти. Если это тренировки ежедневные, и вы к ним привыкли, хорошо, но увеличиваете нагрузку тоже чуть дальше. То есть не каждую неделю вы там добавляете по 2 килограмма, а вы через 2 недели, через 3 недели не спешитесь к результатам для того, чтобы усиленной силовой нагрузкой не спровоцировать рецидив. Вот, поэтому всё будет. Ежедневная тренировка даже с собственным весом, без всяких утяжелителей, даёт очень хорошие результаты. Стоите на кухне, что-то жарите, ножкой в сторону махаете, и вот пока оно пожарилось, поверьте, уже всё потихонечку там тоже жарится и чувствует себя прекрасно. Вот. Потом поставили там что-то, доварите там, это зажаривается 3 минуты, одна ножка. Потом поставили водичку вскипятить, вторая ножка пошла. Ничего же где-то больше, где-то меньше. Потом поменяете нагрузочку. Это тоже очень всё работает. Но оно должно отличаться от вашей нагрузки ежедневной. Будешься. Не обязательно лежать в спортзал и там всё. Надо приспосабливаться, скажем так, да? Но приспосабливаться, это реально делать каждый день. Не всегда получается, к сожалению, иногда из-за ритма жизни пойти в тренажёрный зал, тем более, что даже тренажёрный зал иногда бывает закрытый, как показало время и карантины. Вот. А дома всегда сейчас YouTube есть. Отлично. Включили, не доделали. Вы сделали один подход. Отлично. Этого достаточно. Но оно должно отличаться. Я надеюсь, что я ответила на какие-то вопросы, рассказала. Я смотрю, все заслушались. Я смотрю, все заслушались. Если будут какие-то вопросы, оставляйте свои комментарии. Эфир, я надеюсь, сохранится, если у нас сегодня 12 число не сыграет глупую шутку. Оставляйте свои комментарии. И следующий эфир, я надеюсь, Людмила придёт ко мне на следующий эфир. Конечно же, ответит на ваши вопросы, которые будут после этого эфира. И в окончании эфира расскажите, что у вас сейчас происходит на проекте у Светланы Викторовны. Что у вас интересненького? Интересненького? Ну, у нас, конечно, проект Диетам Бой, который у нас. Это такой эксклюзивный проект ВИП. Потому что там каждому участнику даётся очень индивидуальный подход. И к нему подходит и тренер, и реабилитолог, и психолог, и гастроэнтеролог, и эндокринолог. И это всё делается вместе с анализами. Это полное обследование, полный чекап, на основании которого выявляются все проблемы, которые связаны с ЖКТ, все, которые связаны с обменом веществ. И на основе этого уже подбирается рацион. И лично вам за вами следят, вам звонят, с вами там переписываются, дёргают вас постоянно. Ну, скажем, это медицинский проект. Он лечебный. Потому что кроме того, что идёт снижение веса, идёт ещё хорошее изменение и метаболизма в лучшую сторону. То есть многие заболевания проходят. Это всё учитывается. Но сейчас появился новый у Светланы Викторовны. Это марафон похудения, который она очень, скажем, она бы хотела, но у неё все лечебные проекты. А здесь она уже так повелась на то, что не все могут себе позволить диетам бой. Хотя если сравнить консультацию врачей и количество на два месяца времени, которые там пять недель, с вами занимаются, а если это ВИП, то там ещё плюс два месяца, там очень длительный период с вами работают, то здесь за, по-моему, месяц или три недели, вот я точно не скажу, к сожалению, даётся ежедневные тренировки, даётся питание и очень хорошие результаты. Поэтому поинтересуетесь, очень приятная цена и очень быстро это всё тоже работает. при том для, скажем, быстрого результата к концу лета, вот оно как раз самое то, под присмотром гастроэнтерологов. Когда вы ещё понимаете, какую-то там ещё лекции есть и вы получаете каких-то специалистов, тоже люди дают очень хорошие результаты, можете поинтересоваться. Ответы пишите, пожалуйста, под комментарии в Ютубе, когда будет. Я в прошлый раз отвечала практически, ну смотрела по возможности, то всем ответила, вот, либо в Инстаграме задавайте вопросы и пишите, буду отвечать с удовольствием. У нас ещё, простите, что я вас задержу, у нас была моя коллега, ну точнее не совсем коллега, она хирург. Я бы очень рекомендовала её на эфир, потому что она специалист Галина Николаевна. Голущенко и очень человек, кроме того, что имеет свою хирургию, то есть в такой области, в ней стоят люди в очередях, до сих пор, то есть она только приходит и всё, нельзя пройти, но на многие вещи и по косметологии, и по коже, и по гинекологии. Она ещё и ортопед, и невропатолог, то есть очень много специализаций, она работает, да. Она может ответить на все остальные ваши вопросы. Если будет интересно, пишите Елене, давайте запрос, и она подготовит вам эфир. Спасибо огромное, что вы пригласили. Я всё, я всё, что, скажем так, познавательно, я только за. Поэтому, Галина, если вы сейчас нас ещё слышите, пожалуйста, напишите мне, если захотите, мы с вами обговорим, и я с удовольствием вас познакомлю по рекомендации Людмилы со своими зрителями. Людмила, я хочу вас поблагодарить. В очередной раз я провела очень хорошо время, надеюсь, и мои зрители с пользой взяли очень много полезной, ценной информации. Этот эфир я сохраню и на Ютубе, и повторюсь, если будут вопросы, пишите, либо на следующем эфире, либо Людмила вручную, скажем так, ответит на все интересующие вас вопросы. Люда, хочу побажать вам мирного неба, всего самого-самого найкращего, тишини, покою, спокою и миру всім нам. Дякую вам дуже, всім нам мирного неба, чтобы на всей планете все заспокоилось, чтобы стихли, схудли всі конфликти, які є, а нам, звичайно, перемоги, чтобы мы відчували эфирию еще, скажем так, долгий-долгий час, да, чтобы это не было через 8 лет. Дуже, дякую, до встречи. До встречи.